Общественное слушание, общественное обсуждение – это не нулевое чтение. И мы должны понимать, что здесь не стояла задача принять какое-то решение по данному проекту указа президента. Второе, хотелось подчеркнуть, что неожиданно даже для разработчиков этого документа он вызвал большой общественный резонанс. И статистика учета, мнение «за», «против» оказалась самой впечатляющей для тех документов, которые готовились по линии Министерства культуры и которые, даже если хотите, обсуждались и в общественной палате. Может быть здесь только ситуация с QR-кодом может приблизиться по тому интересу, которую это вызвало у населения. И это не случайно. Потому что сегодня, вот в нынешней ситуации, обострение геополитической обстановки, определенной напряженности в мире, высокой напряженности, увеличение атаки на наше единство, на нашу идеологию, на нашу молодежь, особенно вопрос защиты наших исторических ценностей, нашей исторической правды, истории, то, что мы называем нашими традициями, и очень приобретает важное значение. Многие ценности, которые объявлены верховными сегодня, например, на европейском пространстве, они не воспринимаются большинством нашего населения. Сегодня назывались определенные цифры в ходе дискуссии. И это тоже беспокоит не только старшее поколение, но и беспокоит всем, кому не безразлично будущей нашей страны. И в этой ситуации люди ждут ясных, четких ориентиров. Мы уже привыкли к сочетанию духовно-нравственной ценности, традиции, историческая правда. Но содержание этих понятий, набор тех качеств, которые должны соответствовать мы сами, наша молодежь и наше старшее поколение, вот это нуждается в уточнении. Очень многие термины, они нуждаются в уточнении и, самое главное, в критериях оценки этих явлений, в критериях оценки органов, которые этим занимаются. Очень важно, что документ носит название государственная политика. То есть это не какая-то декларация, не рекомендация ученого сообщества, а это та политика, которая, линия, которая будет придерживаться государству в оценке тех или иных явлений. И вот здесь выработать правильный подход к тому, чтобы сохранить и вот такой творческий подход. И традиция, это же не застывшая какая-то форма, а это все время идет развитие. Что мы берем из традиции прошлого, что берем из настоящего, какое будущее должно быть у нас. Вот этот широкий круг проблем, который обсуждался сегодня. Все отметили большую проделанную работу, то, что документ соответствует документам стратегического планирования, то, что он сделан на серьезном фундаменте, в том числе и практике, и научные знания, это отмечали все. Но в то же время все выступающие сегодня отмечали, что есть много вопросов к терминологии, к текстам, к оценкам. И вот над этим еще нам предстоит большая работа. Вот я могу привести несколько примеров, ну даже такой простой, что мы понимаем в традиционном гуманизме, например. Что понимаем вообще в гуманизме. Если вы заглянете в тот же интернет и в Википедию, вы увидите массу документов, в том числе и европейских, и документов ООН, которые очень по-разному трактуют это понятие. Поэтому все высказались за то, чтобы мы продолжили обсуждение этого документа в целом, отметим его необходимость и своевременность, что мы его ждем. И этот документ, он в первую очередь написан для тех, кто занимается выработкой государственной политики и ее реализацией. И в этом отношении я считаю, что он должен и будет играть свою позитивную роль. Обсуждать мы его еще, ну вот наше мнение, продолжить обсуждение, это может Российская Академия Наук активно должна включиться. Академия Образования. У нас очень много общественных организаций, но тот же экспертно-научный совет Совета Безопасности может рассмотреть. Общественные советы различные. И самое главное, мы там в рамках нашей компетенции направим этот документ для обсуждения в общественные палаты, наши региональные и в те общественные палаты, которые действуют на муниципальном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова